Приветствую вас еще раз. Правилами данного ресурса lifeexpert.com запрещено дублировать вопросы или ответы, и поэтому на новый ваш вопрос я отвечать не буду, потому что его, скорее всего, модераторы удалят. Вот. Я отвечу вам на дополнения, очень жаль, что вы эти дополнения, ну, не написали мне о том, что вы эти дополнения дописали, а пришли сделать новый вопрос. Итак, ваш вопрос я помню, отвечал на него, и, как бы, теперь я прочитаю ваше дополнение и постараюсь дать именно комментарий к дополнению. Вы пишите, я живу с дедом. Ну, я это понял, что вы живете с дедом, как бы, я не читал комментарии других экспертов. Вот. Я понимаю, что вы живете с дедом, и я понимаю, в принципе, что вы готовите, кормите его и сами меняете, это я понимаю тоже. Другое дело, что, видите, жена-то заставляет деда чувствовать себя мужчиной. Знаете, жена-то, она помогает вашему деду почувствовать себя не просто стариком, а именно мужчиной. Это такое вот давно забытое чувство, понимаете, давно забытое чувство, когда ты чувствуешь себя мужчиной. Выполагаю, именно этим она его и берет, его жена. Тем, что, помимо того, что она для него делает, я имею в виду, вот, как вы говорите, моет его, там, и забыли, вот, приходит, выписает. А она раз в два дня приходит его супом кормить, в карты играть, мыть, вот. Она делает это так, что он чувствует себя мужчиной. Я полагаю, есть некоторая разница в том, как это делаете вы и как это делает она. Это первое. Это первое. Второе. Значит, вы писали о том, я вот прямо цитирую вас. Дочери, которая с нами сейчас живет, дочь чья, это делает противно. Я вам об этом говорил, но, может быть, вы меня не услышали, я повторю еще раз. Почему дочери это делает противно? Вот откуда взялась сама эта идея? Почему ее дед воспринимает эту идею? Или это вы, как бы, цитируете жену где-то, подразумевая, что вы дочь. И вам, и вам дед сделать это противно, в кавычках. Но, опять же, в этом случае я рекомендую вам подумать, какие могут быть основания у человека так считать. Какие могут быть основания у жены, если это мысли жены так полагать. И, возможно, стоит изменить отношение к деду и сделать это более ценностно, более нежно, может быть, более как-то гуманно, более ориентированно на него и так далее. Далее, значительно денег он ей не подарил. Ну, вы знаете, опять же, я так полагаю, что это, значит, вы не мне отвечаете, а это вы отвечаете другому человеку. Я, если честно, не помню, я вам это говорил. Вот. Он, занимая эту расписку, просил, а потом выкрал их. И, пользуясь дедовым склерозом, убедила его, убедилась, что никак денег и не было. Вместе с соседкой, кстати. Так, ну, во-первых, вы не говорили, что у деда склероз, а у деда склероз, то вам не кажется, что довольно проблематично будет как-то вот продавить деда, как вы говорите, чтобы он денег давал меньше. И, опять же, я повторяю, мне не понравилось слово «продавить». Это какая-то манипуляция, какая-то прям воздействие такое очень сильно идет на человека, я не думаю, что это хорошо. Далее, вы задаете вопрос, а вам было бы приятно, если бы вашего деда отдохрали? Ну, опять же, смысл этого вопроса для меня не ясен. Все-таки вы обращаетесь к нам, к профессионалам, и мне кажется, не стоит отзеркаливать то, что мы говорим вам. Потому что в одной и той же ситуации разные люди поступают по-разному. Я понимаю, что вам неприятно, может быть, я понимаю, что вам вся эта ситуация противна, но и вы тоже постарайтесь понять, что дед – это тоже насилие собственных желаний. И вот о том, чего хочет дед, что ему нужно, что ему дорого, что ему ценно, вы не говорите. Обо всем остальном говорите. А о том, чего дед хочет, что ему нужно, вы не пишите. И вот об этом я рекомендую вам подумать. Я рекомендую вам подумать о том, что для вашего, ну, что для деда, не наш, он именно дед, важнее всего. И свое поведение скорректировать так, чтобы дать ему это. Уверен, тогда его жена будет куда меньше иметь рычагов воздействия на него. Ответы женщин ожидаемые. Все считают, что новый бейфренд обязан содержать ее деточек. Не знаю, почему вы это написали, тем более продублировали в своем вопросе. Поскольку психологи в большинстве своем женщины, на нашем сайте тоже, ну, как-то выглядит странным ваше сообщение. Потому что, прочитав это, женщинам будет неприятно, обидно, оскорбительно. Может быть даже, что вы их принизили, а мужчин назвали умнейшими. И, как бы, это не располагает, как ответ на наш вопрос. Ну, это даже, в принципе, просто мой комментарий. То есть, конечно, мне приятно, что вы соглашаетесь, например, и так далее. Но давайте будем все-таки цивилизованными культурными людьми и не будем как-то оскорблять людей, да еще и обобщать и говорить, что кто-то умнейший и так далее. Ну, правда, не нужно этого делать, а ни к чему хорошему это не приведет. Итак, вам основные два направления. Первое. Подставление отношения жены к деду и отношения дочери к деду. И понимание причин вот этой вот, ну, может быть, более подробная расшифровка фразы дочери, которая с нами живет, это делать красиво. Это первое. И второе, это понимание того, чего он хочет делать, что ему нужно, что ему ценно и какие у него желания, какие у него вообще потребности. И, соответственно, ваше акцентирование на них. Как бы деда вам не поменять. Как бы, да, он вам вредит, он не додает своим. Я согласен. Но у деда должны быть мотивы, чтобы додавать своим. Мотив. Смысл. Смысл. А он пока этого смысла не видит. И на вас лежит задача. Этот смысл у него, грубо говоря, образоват. Вот. Если хотите, можем в этом направлении с вами поработать. Ну или вы можете выбрать любого эксперта на нашем ресурсе и с ним на эту тему поработать. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он вам понравился. Если у вас остались вопросы, пишите мне в личку, буду рад помочь. Если вы напишите еще одно дополнение, пожалуйста, известите меня об этом в личке, чтобы я прочитал его и дополнил свой ответ. Не дублируйте вопросы, это запрещено правилами ресурсов. Ну а если один из ответов или если мои ответы в целом вам понравились, буду благодарен, если одним из них вы сделаете лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!